Тонометр, стетофонендоскоп, лампа настольная, жалюзи, рулонная. Ну, пока ничего этого в помещении нет. Но совсем скоро кабинет оборудуют всем необходимым из списка. Кстати, тут будет располагаться кабинет дежурного врача. Помощь рядом, причем разноплановая. От лечебной физкультуры до рефлексотерапии. В здании бывшего профилактория УАЗ капитальный ремонт вышел на финальную стадию. Готовится к открытию реабилитационный центр широкого профиля. Работы у нас велись 4 года. Наконец-то мы подошли к этапу окончательной приемки этого здания. Работы почти завершены, остались определенные нюансы. Но самое главное, это сейчас для нас принятие инженерной сети, для того, чтобы можно было запускать уже процедуру полного оформления передачи здания, для того, чтобы мы могли здесь размещать уже наш корпус номер 3 нашего реабилитационного центра Чучкалова. Здравница откроет двери для нуждающихся в профилактическом лечении общих заболеваний, заболеваний, связанных с факторами производственной среды, условиями труда и особенностями производства. Помощь окажут пенсионерам, спортсменам, ветеранам автозавода. Всего в профилакторию будет вмещаться до 60 человек для круглосуточного стационарного пребывания, а также до 40 человек для пребывания дневного. Кроме того, некоторые помещения будут оборудованы для оказания помощи участникам специальной военной операции. Им необходима реабилитация. Они прибывают к нам и с травмами. Поэтому, если на базе этого учреждения будет открытый реабилитационный центр по восстановлению наших ребят, это будет замечательно, оснастив его, соответственно, хорошим медицинским оборудованием, высококвалифицированными кадрами. В штатное расписание включены, естественно, врач-терапевт, также врач функциональной диагностики, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, реабилитолог, куда же без него, кардиолог и инструктор по лечебной физкультуре. Медсестра по физиотерапии пройдет обучение в Казани, чтобы освоить новое современное оборудование, на котором будет оказывать реабилитационные услуги. Уже закупили и доставили в здание оборудование для пищеблока. Методическую и консультативную помощь готовы оказать федеральные коллеги. Мы готовы попросить помочь наших реабилитологов. У нас очень сильная группа, которую возглавляет профессор Сыкунов Михаил Борисович. Проконсультировать и предложить тот оптимальный и достаточный для решения тех задач, которые сегодня предъявляются нам арсенал реабилитационных средств. Помещения в здании уже имеют приглядный вид. В итоге тут будут комфортные номера со всем необходимым для здоровой и качественной реабилитации. Маломобильных пациентов планируют размещать на первом этаже здания. Как водится, попутно обустроят и прилегающую территорию. Удобные скамейки, беседка, декоративные элементы. Открыть здравницу обещают до конца этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова